В этих стенах учились многие известные сейчас телеведущие, редакторы, журналисты. Всего за 50 лет существования отделения журналистики с 1961 года по 2011 дипломы журналистов получили около 3,5 тысяч выпускников. Праздник праздником, а занятия по расписанию. В аудиториях факультета филологии и журналистики ИГУ идут лекции. Мы ставили очень много, делали постановочных работ. Один из старейших преподавателей факультета Игорь Петров обучает студентов основам радиожурналистики уже 36 лет. Тема лекции – публицистика 70-х. Доцент Петров рассказывает, что с молодежью ему работать интересно. Новое поколение – это всегда новые идеи. Периодически, вот так, через 3-4 года у нас вырастают целые стенки. Целые стенки журналистки, которые особенно проявляют себя в творчестве. Вот нынешний третий курс, у которых я веду, кстати, историю и мастера телерадиожурналистики, вот, они показывают очень интересные результаты. Среди студентов Дарья Азарова. В будущем видит себя тележурналистом, а пока старается учиться только на отлично. Мне нравится мой факультет. Это не просто место учебы, но также и место, где, можно сказать, даже мой дом, потому что здесь и общественная жизнь, здесь и мои друзья, ну и, в принципе, сейчас здесь сосредоточены все мои интересы. Поэтому я с удовольствием хожу на факультет, с удовольствием учусь. Очень люблю наших преподавателей, у нас замечательные преподаватели. В актовом зале преподаватели, студенты и выпускники отделения журналистики. Открывает торжество декан факультета Анатолий Собенников. В таких профессиях, как журналистика, нельзя останавливаться на одном месте. То есть, должно быть саморазвитие человека, и я уверен, что наши выпускники, то есть, мы научили вот этому главному принципу. Поздравил собравшихся и заместитель губернатора при Ангаре Александр Лобаков. Он вручил благодарности от имени главы региона, профессору Леониду Любимову и доценту Игорю Петрову. 50 лет для такого факультета, 50 лет для людей, которые искренне и профессионально занимаются любимым делом, наверное, это все-таки уже значимый срок, которым можно гордиться. Сами награжденные отмечают, что для них важен факт того, что их работа востребована, а также то, что профессия журналиста остается популярной даже спустя полвека. Вероника Титова, Александр Пахомов, Новости Сеча.